МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это центральный регион программы о Минской области, ее людях, истории, архитектуре. Меня зовут Екатерина Забенько. Здравствуйте. Сегодня мы остановились в Борисове. В родном Борисове Виктора Трухана знают практически все. Он – птица высокого полета. Правда, для того, чтобы покорить небо, ему не пришлось садиться в кабину пилота. Виктор – мастер спорта, двукратный чемпион мира по авиамодельному спорту, руководитель секции авиамоделирования при ДСА и авиамодельного кружка Центра творчества детей и молодежи. Этот человек самозабвенно предан вот этому виду спорта. И как результат он является двукратным чемпионом мира по авиамодельному спорту. В 2013 году в Финляндии он стал чемпионом мира и в прошлом году в Австрии. Одному из самых титулованных белорусских авиамоделистов Виктору Трухану всего 35 лет, из которых четверть века он посвятил авиамоделированию. Первая крылатая машина 10-летнего мальчика – планер «Синичка». Но с каждой новой моделью росли амбиции и вырастали крылья. Конечно, в 10 лет я не мог знать, что спустя некоторое время добьюсь таких высот. Но, конечно, хотелось и стремление было. Ставились цели, и они реализовывались. Но в любом случае все приходит не сразу. И хочется вот нашей молодежи сказать, ребята, вы напрягитесь, поработайте годик-другой. И тогда результат придет несомненно. А про себя могу сказать, что величайшего мирового достижения я ждал фактически 23 года. Виктор впервые стал чемпионом страны в 1998 году и с тех пор является завсегдатой им крупнейших национальных и международных соревнований. При этом постоянно оказывается в числе лидеров, становился триумфатором и призером этапков Кубка Европы и континентального форума. Виктор неоднократно завоевывал титул чемпиона Республики Беларусь. По итогам 2013 года он стал вторым в общеевропейском рейтинге авиамоделистов. На глаз, не знаю, несколько десятков медалей, может быть даже около 40, но наверняка есть самые ценные для вас, важные. Расскажите про них. Ну, скажем так, для меня самая первая, наверное, и будет самая ценная, это медаль, когда я впервые стал чемпионом Республики Беларусь среди юношей. Она для меня очень важна. Здесь вот гравировка авиамоделизма, 98-й год, третья спартакиада учащихся. Очень приятно, что... В каком возрасте была завоевана первая медаль? Ну, чемпионская, вот 98-й год, мне было 18. Очень приятно, что сейчас до сих пор эти спартакиады проводятся на базе Министерства образования. Дети, мои дети неоднократно уже становились также чемпионами этих спартакиад. Вот. Очень ценная для меня медаль 2005-й год в Республике Литва, где я стал чемпионом Литвы в классе кордовых пилотажных моделей. Вот. Ну, очень, скажем так, значимые достижения на мировой арене 2013-2014 год, чемпионаты мира по воздушному бою. По сути дела, каждая медаль, она отражает некий, скажем так, результат, который достиг на тех или иных соревнованиях. А это что за кубок? Это третье место, да, где-то? Это у нас, как в биатлоне проводится, в биатлоне бегают девчата целый год, и в конце года подводится итог по всем этапам кубка. Вот. Это кубок за 2012-й, наверное, где я занял третье место, 2009-й, третье место в общем европейском рейтинге. А 2013-2014 года я занял второе место два года подряд. А в скольких же соревнованиях вы уже на сегодняшний день приняли участие? Он никогда не считал, но я думаю, что не меньше, пожалуй, двухсот, потому что вот каждый год, в конце года мы подводим некую статистику, вот. За прошлый год я участвовал в 12 соревнованиях, я и мои дети, скажем так. Во многих, конечно, занимали призовые места, где-то обошлось и без призовых мест, и такое бывает. Но вот где-то 12-13 соревнований в год мы отлетываем. Это, конечно, наша гордость. Виктор не только прекрасный спортсмен, отличный тренер, но и очень-очень хороший педагог. Только в этом году с его участием прошло более 20 уроков технического творчества. Такие уроки прошли в школах, учебных заведениях, и таких уроков несколько было в 72-м объединенном учебном центре. Вдохновляют спортсмены не современные Боинги, а самолеты, которые помогали нам выигрывать войну. Модели копии времен Второй мировой войны. Следует отметить, что оба раза титул чемпиона мира Виктор Трухан завоевал на одной и той же радиоуправляемой модели. В прототипе легендарного советского штурмовика Ил-2. Этот самолет в народе прозвали летающим танком, потому что он был сильно бронирован и хорошо защищен от ударов противника. Модель Виктора вполне соответствует статусу своего большого брата. Фюзеляж чемпионского самолета изготовлен по той же технологии, что и болиды Формулы-1 с использованием особо устойчивых тканей. У нас модели предназначены для воздушного боя. Даже можно обратить внимание, что они немножко такие где-то покоцанные, побитые. Я специально взял именно такие модели, чтобы было видно, что они не просто летают и жужжат в небе, они иногда еще и сталкиваются. И результатом этих столкновений бывают, скажем, мелкие повреждения, а бывают повреждения такие, что самолет уже не может продолжать бои. А вот в 2006 году, когда мы были на битве за Москву, у меня был такой самолет, тоже синего цвета, палубный торпедоносец «Сивулф». Ему полкрыла отрубило, и он героически долетал до конца боя. И все после этого боя просто зрители аплодисментами встречали, как я его еще и посадить смог. Воздушный бой проходит вполне мирным способом. К самолету прикрепляется лента длиной 12 метров и шириной в сантиметр. Задача предельно ясна – срезать хвосты у соперников и сохранить свой. Здесь требуется ловкость, хитрость, способность быстро принимать решения. Иными словами, для победы необходимо предложить максимум энергии и умений. Просто летать уже становится просто неинтересным. И вот тогда в Европе, скажем так, придумали вот этот класс воздушный бой, где модели могут, скажем так, имитировать воздушные бои Второй мировой войны, где в небе встречаются одновременно Ил-2, например, легендарный советский штурмовик, модель которого я запускаю, встречаются там, допустим, Корсар, американский палубный истребитель. Как шрамы украшают мужчин, так боевые сколы и царапины на моделях самолетов повышают их статус и значимость. Они не берегли себя в воздушном бою за то, помогали хозяевам побеждать. После каждых соревнований конструкторы делали выводы и устраняли ошибки. Самолеты от раза к разу становились легче и прочнее. Словоподобные задачи стоят сейчас и перед большой авиацией. Первые поднявшиеся в небо самолеты, на самолеты особо три не были похожи. Это были какие-то такие вот вещи, какие-то агрегаты, похожие на птиц, похожие там бипланы, трипланы, многопланы. Ты смотришь сейчас историческую хронику в том же Ютубе и поражаешься. Там, скажем так, очень коротенькие кадры, очень коротенькие эти видеоролики. Но понимаешь, что молодцы ребята. Вот они шли-шли, они поставили себе цель. И в итоге мы имеем сейчас, я не знаю, развитие авиационной промышленности на колоссальнейшем уровне. Авиабодерист Виктор Трухан не может похвастаться высшим авиационным образованием, но знает об аэродинамике не меньше летчиков. Был привлечен в свое время к разработке одного из первых белорусских беспилотников. Активно мы занимались его именно первых образцов, производством первых образцов. Вот сейчас приятно, конечно, наблюдать по телевизору, когда наше детище летает в небе. Сейчас этот самолет уже производится промышленно на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах. С Виктором Труханом, который достиг небывалых высот благодаря моделям самолетов, продолжим знакомиться через несколько минут после дайджеста событий столичного региона и рекламы. Не переключайтесь. 170 объектов привлекут в Минской области в хозяйственный оборот. В районах прошло около сотни аукционов. Заработано 7 миллиардов рублей. В основном новую жизнь получают объекты социальной сферы. Бывшие школы, сады, библиотеки и дома культуры. В лидерах – Держинские, Уздинские, Несвежские районы. Новостройки в деревне. Около 800 тысяч квадратных метров жилья возвели в прошлом году в сельских населенных пунктах и малых городах Минской области. Строятся дома с улучшенной планировкой с учетом особенностей жизни в деревне. Есть и городские преимущества – холодная и горячая вода, современные инженерные сети. Колес меньше, опасности больше. Специальную профилактическую акцию проводят ГАИ области. В поле зрения автоинспекторов – мотоциклисты и велосипедисты. С наступлением весны двухколесных транспортных средств на дорогах стало больше. Между тем, многие владельцы мотоциклов, скутеров и велосипедов нарушают правила дорожного движения и становятся участниками ДТП. Основные проблемы – отсутствие регистрации транспортного средства и технического осмотра. Документы все в порядке у вас. Соблюдайте действующие правила дорожного движения. Будьте внимательны. Взгляд в прошлое. Новый зал, посвященный 70-летию Победы, открылся в Воложинском краеведческом музее. В экспозиции фотографии, личные вещи солдат, награды, исторические документы. Центральное место отведено к арте, где зафиксирован ход боевых действий на территории района. Арт-вокации молодечно подвели итоги областного этапа Республиканского фестиваля молодежного художественного творчества. Более двух тысяч учащихся колледжей и училищ продемонстрировали свои таланты. В фойе Творца культуры молодежь организовала мастер-классы. Сейчас мы делаем колокольчик из огурца. Это используют для карвинга, украшения блюд. Вот всякими узорами, цветочками, розами. На Гала-концерт приехали лучшие коллективы области. Творческие номера посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Лучшее представит Минщину на Республиканском фестивале, который пройдет у Молодечно в конце мая. Это «Центральный регион», и мы продолжаем знакомиться с полетом мысли и творчества двукратного чемпиона мира по авиамодельному спорту Виктора Трухана. «Центральный регион» Скажите, а в чем высший пилотаж в изготовлении модели самолета? Вот сочетание веса, обманевренности, начинки, что, кстати говоря, внутри, расскажите. Ну, скажем так, мы опять переходим к тому, что каждый самолет должен быть сделан для чего-то. Если модель для 3D-пилотажа и для красивых полетов, то вот, кстати, это не я делал модель, это вот этот Як-55 3D, это модель чешская, чешский набор, который, набор заготовок спортивной модели. Вот я его чисто собрал, склеил из, скажем так, заготовок. Сколько он уже раз поднимался в небо? Раз 50. Естественно, были и падения, не без этого. Ну, все можно отремонтировать. Вопрос, какими целями, какими средствами, какими усилиями. Иногда бывает, что модель 2-3 раза упала, ее дальнейший, скажем так, дальнейший ремонт просто нецелесообразен, но ввиду уже набора веса, потому что каждый ремонт – это лишний вес, вот, и, естественно, это ухудшает летные характеристики. Я думаю, что, наверное, самое сложное все-таки повторить модели Великой Отечественной войны, да, потому что чем оно больше приближено к оригиналу, тем оно больше ценится, в том числе на различных соревнованиях, правильно? Ну, в принципе, да. Но наши модели воздушного боя Второй мировой войны, они вот под той заточены, что мы воспроизводим модели тех времен. И вот, если взять вот этот легендарный наш советский штурмовик Ил-2, то здесь, скажем так, конкретно в данной модели фюзеляж выполнен по технологии обратного окулмирования из стеклопластиков, углепластиков и кевларовых тканей. То есть это, пожалуй, элементы тех технологий и материалов, которые сейчас используются в современном авиастроении. Авиамодельный спорт давно пользуется большой популярностью в Европе, в то время как в Беларуси, по сути, пока только начинает по-настоящему развиваться. Увлеченные этим делом люди конструируют и изготавливают модели летательных аппаратов, таких как самолеты, вертолеты, планеры, управляют ими и соревнуются с себе подобными в различных дисциплинах – полетах на скорость, красоте исполнения фигур высшего пилотажа и точности посадки своих крылатых машин. Очень хочется, чтобы это направление авиамодельный спорт именно стало наиболее широко развиваться в Республике Беларусь. Не только в таких крупных городах и населенных центрах, а как раньше было, на уровне школ, даже сельских школ, закупались микродвигатели в советские времена, закупались наборы, тогда это называлось набор заготовок спортивной модели, такие коробочки продавались в детских мирах и вообще в магазинах, сделай сам, микродвигатели продавались. И, конечно, хотелось бы массового такого вот всплеска, стремимся к этому. Авиамодельный спорт не является олимпийским, но внесен в единую спортивную классификацию, поэтому спортсменам присваиваются разряды и звания. Виктор Трухан является мастером спорта Республики Беларусь, а после победы на чемпионате мира в Австрии представлен для присвоения звания мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Первое чемпионство такую возможность не предоставило из-за недостаточного количества стран-участниц. Вторая победа далась большими усилиями, конкурентов было 14. Дальше, дальше, дальше на мировом уровне уже поставить цель ее достичь, это очень дорогого стоит, потому что таких, скажем, профессиональных спортсменов достаточно много. На последнем чемпионате мира было 98 участников из 14 стран. Конечно, были там и чемпионы мира, и чемпионы Европы прошлых лет, были выдающиеся спортсмены и молодые, скажем так, пилоты, которые тоже рассчитывали занять там почетные призовые и даже первые места. Ну, так сложилась, наверное, судьба, что именно мне удостоилась стать, наверное, в высшую ступень. Авиамодельный спорт со стороны может казаться детским увлечением. По мнению Виктора Трухана, игрушечные на вид самолетики требуют к себе самого серьезного отношения. Моделизм – это вещь такая очень тонкая, нужно очень, скажем так, сгруппировать мысли и свои действия, построить какую-то технологию и воплотить в жизнь то, что в итоге вот лежит на столе, скажем так. Потому что просто так придя с ножиком и, скажем, другими какими-то инструментами в кружок, построить такое практически невозможно. Модель выполняется в масштабе 1 к 12 и не должна иметь отклонения от прототипа по размаху крыла, длине фюзеляжа более 5%. На передней кромке крыла стабилизатора и кили не допускаются никакие выступающие элементы. Все остальные размеры отличаются от оригинального чертежа не более чем на 2 сантиметра. Интересно, что все двигатели оснащаются глушителями. Участники соревнований в обязательном порядке должны иметь защитный шлем, который может выдерживать столкновение с летящей моделью. А воздушный ДТП – не редкость. Цель – это убить ленточку. И в погоне за этой целью уже не смотришь на то, попадешь ты в ленточку или иногда, бывает, попадаешь непосредственно в самолет соперника. Но задача – выжить при этом. И дальше полететь, и дальше еще другим соперникам отрубить. Потому что в небе одновременно летают до 7 самолетов. Все не так просто, как думают люди, которые серьезно относятся только к настоящим самолетам. Забавно, что покоритель высот на авиационных моделях, мягко говоря, неловко себя чувствует на борту. Конечно, страшновато. И особенно, когда знаешь теорию полета, особенно, когда знаешь все нюансы, тонкости, как движется эта механизация у крыла, когда самолет на взлете. Когда попадаешь в тряску в небе, конечно, это, скажем так, немножко щекочет где-то там внутри. О своих самолетах Виктор может рассказывать часами. Например, о чемпионской копии легендарного Ил-2. Отменные летные и прочностные качества модели позволяют ее создателю занимать призовые места на соревнованиях различного ранга. Фюзеляж штормовика изготовлен по вакуумной технологии путем формирования в обратной матрице. В результате получаются цельные изделия, не имеющие стыков и швов, которые могли бы существенно ослабить конструкцию. Благодаря использованию высококачественных материалов достигается оптимальное соотношение, прочность, вес готового изделия. Мне кажется, что если бы вы продали все свои модели, то, ну, не самолет новый, настоящий большой, но машину, наверное, вы бы смогли купить. Я горжусь каждым из своих созданных мною самолетов. И есть, конечно, любители, ценители нашего вида спорта, которые хотят там приобрести. И, ну, отказать мы тоже, как бы, ну, иногда и неудобно отказать, потому что люди бывают заслуженные в авиации. И, конечно, мы идем навстречу и, скажем так, помогаем им реализовать их мечту. По словам Виктора Трухана, авиамоделирование для него – любимое хобби, которое переросло в главное увлечение жизни. С ним связана работа и отдых. Я не мысливаю свою жизнь сейчас уже без моделизма. Сейчас уже, скажем так, отобившись мировых достижений. Конечно, хочется чего-то еще. Вот мы сейчас активно развиваем с нашими кружковцами тему всевозможных летательных аппаратов, нестандартных схем типа дронов, типа квадрокоптеров, мультикоптеров, типа вертолетов с ФПВ. И очень это интересно. Но, тем не менее, продолжаем заниматься основным направлением. И вот модельки класса «Союз-500» активно сейчас у нас развиваются в Республике Беларусь и на постсоветском пространстве. Впервые для таких, скажем так, упрощенных моделей проводится в этом году чемпионат Европы в Чехии в августе месяце, который мы также планируем посетить. Виктор искренне считает, что за развитием беспилотных летательных аппаратов, которыми, по сути, являются радиоуправляемые модели, – будущее авиастроение. А ведь Борисов давно славится своими заслугами перед большой авиацией. В нашем городе сегодня проживает человек, который первый в Советском Союзе осуществил дозаправку стратегического бомбардировщика. Это Александр Степанович Мишакин. Он награжден орденом боевого красного знамени. Сегодня проводит большую работу по воспитанию молодежи. Борисов дал четырех почетных авиастроителей СССР. Ну, а двукратный чемпион мира по авиамодельному спорту – это, конечно, наша гордость. Я хочу сказать, что сегодня поставлена задача президентом нашей страны сделать собственный самолет. И я считаю, что для того, чтобы создать свой самолет, нам нужны уже современные Гагарины, Королевы, Туполевы, Лавочкины, Мясищевы, Яковлевы, Сухие и так далее. И воспитать таких будущих авиаконструкторов можно, начиная с работы вот в таких кружках, которые возглавляет Виктор Викторович Трухан. Для того, чтобы достичь высот, не обязательно садиться в самолет. Не менее амбициозным может оказаться авиамодельный спорт. И наш сегодняшний герой тому доказательство. Это был «Центральный регион». Увидимся через неделю. Мы, друзья, перелетные птицы, только быт наш одним нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки, а девушки потом. Нежный образ в душе ты голубишь. Хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь. А на завтра приказ улетать. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки, а девушки потом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова